Прострой инструмента. Сейчас я расскажу про то, как этот инструмент устроен. Как наши двойные окарины, полифонические окарины, темнолеские волынки строят. Изначально все задумывалось так, чтобы этот инструмент максимально быстро осваивался. Максимально быстро на нем можно было начать играть. Настройка у него открытая чем-то, напоминает блок-флейту и очень похожа на строй классических окарин. Одноголосых, но немножко со своими, конечно, нюансами. У нас есть два голоса. Правый, на котором в основном мы играем соло, мелодический голос мы его назовем. И левый, аккомпанирующий. Волынчики этот голос назвали бы бурдон. Начнем мы с левого голоса, потому что он немножко попроще в своей структуре. В нем всего четыре диатонических ноты в пределах кварта, если кому-то это о чем-то говорит. То есть в данном случае это у нас инструмент настроенный в ре. И левый голос, аккомпанирующий, у нас за него отвечают вот эти два пальца левой руки. И он у нас звучит как ре, ми, фа, диез, соль. Дает четыре звука. Также возможны хроматизмы, но в данном случае только с помощью полудырочек. Это был левый, аккомпанирующий голос. Правый голос у нас это более сложная структура, но настройка в нем даже немножко проще, так как она полностью, что называется, открытая. Играть на ней как на обычном висле, или блокфлейте, или на обычной аккорине. Используются у нас все восемь пальцев, помимо вот этих двух, все остальные восемь пальцев. Вот. И как он начинается? Сначала идут на левой руке, вот на этих четырех пальцах, первые пять ступеней. Ре, ми, фа, диез, соль, ля. Потом идут вот на этих вот трех пальцах левой руки, идут ноты, но остальные ступени это си, до, диез, ре. И еще одна нотка дополнительная, это нотка ми, которая у нас вот на этом большом пальце. И чтобы ее взять, нужно на ребро поставить инструмент придерживать, и вот таким образом приоткрывать на ребро вот это вот, на изгиб пальца мы ставим инструмент. И открываем и получаем ноту ми. То есть полная гамма мелодического голоса у нас будет одна октава плюс тон. Это называется нона. Так же на мелодическом голосе возможны все хроматизмы. Самый низкий хроматизм это ми бемоль, он возможен с помощью полудырочки. А все остальные с помощью наших любимых вилочных аппликатур. То есть вся хроматическая гамма от низкого ре до верхнего ми, она присутствует. И чтобы ее освоить, достаточно заглянуть в буклет, который мы прилагаем каждому нашему инструменту. Наиболее часто используемый хроматизм это в случае рэшной окарины, это будет добикар. То есть по открытой аппликатуре у нас идет то диез, а чтобы он выглядит вот так. А чтобы взять добикар, чуть-чуть вот такая вот вилочная аппликатура. И уже играя в ми минорчики, мы можем взять именно натуральный минор с шестой низкой ступенью. Это самый частый хроматизм, который используется на практике. Все остальные хроматизмы берутся тоже такими же несложными вилочными аппликатурами, но на практике они используются гораздо реже.